ПЕСНЯ 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 Отдавенского Нидор-Миро. Оперативная сводка за 12 сентября. Вывернуть карманы. Наши войска вели бои с противником, в ходе которых улучшили свои позиции. Марш на перемену. Если еще раз увижу все это, выгонить школы. Босыми больше не приходить. С румынскими войсками с боями продвижались вперед и овладели городами. Меркуриачук в Северной Транспеливане. Влад, Аю, Деву, а даже за тригуния 5 тысяч... ПЕСНЯ 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 в ходе заседания исполкома Кишиневского гурсовета принято решение о борьбе с детской беспризорностью. Утверждена комиссия по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Решено провести учет детей сирот по городу и принять меры по их тренированию. Открыть в Кишиневе два детских дома. Это что такое? Вы куда пришли? В школу, господин директор, к вашей милости. Да не господин, а товарищ. Товарищ директор, бабушка. И не просто в школу вы пришли, а в советскую школу. А вы принуждаете внука руки целовать? А и поцелуют, не переломятся. Как тебя зовут? Петру Матей. Сколько лет? 14 скоро будет. Где родители? Покойные, с дедом вырастили. Почему-то опоздал к началу занятий. Болел он, болел. А так-то он у меня паренек работящий, старательный. Если нужно будет дров наколоть, воды наносить, скотину напоить. А если слушаться не будет, щеплять его надо. А если надо, и посечь можно. Леон Антибыч, отведите мальчишку в интернат. Старая дура, нашла место подношения делать. Бабка! Бабка! Это что такое? Это что еще такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Слепой, а ли дитя неразумное? Не поймешь, что это такое? Ну, курочка, ну, яичко. Чем богатый? А ты кто такой будешь, мил человек? Я здесь самый главный. Главнее директора. Ну, днем он главный, ночью я. Здрасте. Здрасте. Меня будешь называть Леон Антибыч. Я злой человек. Вижу. Что ты видишь? Что у вас красные и мутные глаза. А, это от вина. Присмотри за мальчонкой-то, а я тебе подарочек дам. Аль, теперь не берешь? Зачем? Раз дают, бери. Ты, бабка, не беспокойся. Я присмотрю. У меня глаз острый. Если что, я и за уши одеру. И ремешком не поленись постигать. Он у меня не слух. А че ж, можно ремешком. Драть не работает. Вот он, дом мадам. Раньше все это ее было. Какой мадам? Такой, что... На. Стоило бы ее на воротах вздернуть. Это за что же живого человека вздергивать? Ну, ее-то, может, и не стоит. А вот муженька ее, господина проклятого с такицой. Мало вздернуть, его четвертовать надо. Да что ты все ужасы такие говоришь? Да не ужасы, бабка. Святую правду я тебе говорю. Прощайся с внуком-то. Что, опять ко мне? Когда все это кончится? Куда же я его дену? Не знаю. Господи, и так их больше, чем клопом в доме набилось. О, много ли такому воробью места надо? Матрас в сарае возьмите. Сделали из меня уборщицу, стираю тут на них. Все руки испортила. Скоты, ублюдки, быдло, щенки проклятые. Фашистские захватчики хотели отнять свободу и независимость молдавского народа. Превратить свободно советских людей в своих жопов. Фашисты истребили тысячи беззащитных стариков, женщин и детей. Они согнали со своих родных мест. Ужасы я ей рассказываю. Не ужасы, а святую правду говорю. Куришь, что ли? Брось. Мне ночью без табака скучно. Я ночью сплю. А, и то верно. Ну, ты устраивайся. Слышишь, если ты с таки Цоя увидишь, сразу мне скажи. Он носатый такой, черный, как грач. Понял? Скажешь? Скажу. Что тебе Леон говорил? Да так, ничего. Говорил, что он здесь самый главный. Ночью. Как же, как же. Теперь самый главный человек ночной сторож. Но ты не слушай его пьяницу, он совсем из ума выжил. Ужасы. Нет, не ужасы. Я тебе рассказываю, бабка, о святую правду. Я тогда на фронте был, когда этот стаки Цоя, господин проклятый, к дочке моей, Марийке приставать начал. Пусть уже не было. Нет, пауза. Ну, у вас есть в зале. Я так как-то? Не знаю, что мы будем, а ну, работает все, что это неправда. Мы не можем сделать. Мы не можем сладковать вам, Кажется, пахнет человеком. А я думал, ты слепой. Вот этот галстук как раз по вашей шейке. Не бойтесь, сударь. Я всего лишь невинный любитель забавных плясок, которые исполняют люди, когда они не достают ногами до земли. Сейчас как дам по тыкве семечки посыпятся. Ты что, псих? Шуток не понимаешь. Это же в книжке написано. Невеста мертвеца. А ты кто такой? Я Герасим Покотович. Зови меня просто Симой. Я из пятого. Вот у вас все такие. Узнаешь Барбилу, в штаны наложишь. А кто такой Барбилла? Барбилла? Он в седьмом классе. Он все может. Ой, сколько у него денег. Даже мне иногда перепадает. Ты тоже сирота? Ты с ним лучше не спорь. Тебя никто не обидит. У него и у Тома даже усы растут. А кто такой Тома? Он в королевской армии был сыном полка. Ты с ней поосторожнее. Он чокнутый. Как даст, пугал закатишься. Да вон они сами идут. Вадам. Прошу вас, Вадам. Трюх, трюх. Трюх, трюх. О! Ты откуда свалился? Меня директор к вам прислал. Что он говорит Тома? Говорит, чтобы мы от него отстали. Ага. Позоводься о нем. Хорошим учеником будешь. Видишь, лобик какой большой. А воротничок у тебя застегнут, а? Тома, Тома. Оставь его. Разве ты не видишь свой парень. Иди сюда. Что делать умеешь? Рубить, пилить. Лошадь запрягать. Угу. А поинтереснее что? Бичом хлопать. Так. Ругаться. Из рогатки стрелять. Из рогатки? А из винтовки хочешь пострелять? А можно? Посмотрим на твое поведение. Так сказал капитан Фаров, знаменитому бандиту Артуру Норта. В ответ на его просьбу сохранить ему жизнь. А книжки любишь читать? Люблю. Мало кому доверяю, а тебе дам. На, выбирай. Железный идол. Кричащая кровь. Ага. Ага. Улица накрашенных губ. Про любовь не хочешь? Не. Мне что-нибудь пострашнее. Про бандитов. Здесь не про бандитов. Здесь про настоящих мужчин, героев. Читай. Может быть сам когда-нибудь таким станешь. Ты в каком классе будешь учиться? В пятом. У Павла? Павла Плутоновича. У Павла. Ты с ним поосторожнее. Мягко стелет, да жестко спать. Да к тому же он еще и глухой. На правое ухо. Ты с ним погромче. Угу. Глухой-то он глухой. А двоих ребят из школы он уже выгнал. Ты ему не верь. А я никому не верю. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дворец учитель. Ты что? Странный парень. Странный парень. Новенький. Только я сюда пришел. Как тебя зовут? Петру Матерь. Не понял. Как-как? Петру Матерь. А зачем ты кричишь? Я же не глухой. Ну а почему опоздал к началу учебного года? Деду с бабкой помогал урожай собирать. А что, больше некому? Отец где? На фронте погиб отец. А мать? Мать. Умерла мать. От чего? Ей жандармы. Легкое отбили. За то, что отец в Красной армии. Ну хорошо, садись на место. Георгица. А где твой брат? Скотину пасет. Мамка сказала, что одного ученого в семье хватит. Садись. Дежурный. Где Лунгу? По столаке, туда Рашку. Директор сказал, чтобы босыми в школу больше не приходили. Ладно, я поговорю с директором. А ты скажи ребятам, пусть завтра приходят. Ребята, сегодня мы начинаем новую тему. Про восстание рабов в Древнем Риме, которым руководил Спартак. Спартак, ребята, был гладиатор. Это человек, который сражался на арене. Насмерть. Ради потехи римлян. За своими товарищами. Это был, ребята, сильный, смелый и мужественный человек. Ну а Павел что? Спрашивает, как твоя фамилия? А он ему на око. А тот говорит, ты что орешь, болван, я же не глухой. А что он вам на уроке болтал? Небось все мухи со скуки подохли, а? Мне интересно. Про Спартака, про восстание. Даже его на вулкане окружили. А за спиной у него ответственная пропасть. Он не растерялся, доказал свить лестницы из древняка. А ядеры спустились по ним в пропасть. Напали на римлян с тыла и разгромили их на голову. Вот это был герой. Тоже мне герой. Герой задний не нападает. Раб он был, быдло. Вот железный идол, это настоящий герой. А ты мне говоришь, Спартак. На него двадцать человек напали, а он у всех голыми руками. Одного, раз, другому. Ау! 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 Ну что, герой, а гранату умеешь бросать, а? А можно? Кидай, до села далеко, никто не услышит. Через сколько секунд она взрывается? Через девять. Правильно. На, бросай. Ух! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Ну что, брат, страшно? И мне страшно. В наше время каждый мужик должен уметь убивать. Сегодня мир, а завтра война. Без оружия ты кто? Никто. Верно говорю? Верно! Друзья! Братишки! Нас окружают враги! Не сдадимся! Лучше смерть, чем позорный плен! Огонь! 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 Приклад прижимай к ключу ближе. Ну, еще разочек. Ли! Эх, да разве так надо? Это тебе, брат, не мотыга. И не грабли. Понял? Ну-ка, давай по живой цели. Вон. Ну-ка, давай по живой цели. Вон. Не буду. Стреляй! Эх, ты! У настоящего мужчины должна быть твердая рука и зоркий глаз. Смотри, как надо. Ну ты, настоящий мужчина. Отойди. Отойди, кому сказал. Б СТРИГЛИЯ А кто это, железный идол? Железный идол? Это такой человек, герой, бандит в общем. У него такой железный кулак, но не по-настоящему. А как железный? Вот он кому-нибудь когда стал сразу с копыт. С чего? С копыт. Вот на него на балу 20 человек. Ты думаешь, он сдался? Нет. Одну вот так, вторую вот так. На, получай! Ты что, с ума сошел? Дурачок. Эх ты. Ты куда? Журок, вот куда. Восстание Спартака было потоплено в крови, ребята. Но с тех пор, хотя прошло две тысячи лет, трудовой люд боролся за свободу. А в семнадцатом году трудящиеся Молдавии вместе с русским народом поднялись на борьбу против своих угнетателей и провозгласили победу революции. Но предатели из буржуазного правительства с фатулцерий призвали оккупантов, румынские королевские войска. Двадцать два года стонала наша родина под пятой завоевателей. Но народ не смирился. Ни тюрьмы, ни застенки не смогли сломить сопротивление ваших отцов, ребята. Подполье жило и боролось. Все эти годы. Эх, если бы я тогда с ними была. То есть, то есть, то есть, что это? Ничего, ты думаешь, поздно родился? Ничего, и на твой век дел хватит. А наше-то время покруче тех времен. Неправда, ребята, а? Да! А теперь есть новость. Вы совхозу помогли? Да! Ну и совхоз перед вами в долгу не останется. Ребята, в субботу в Бричанах будет кино. Тимур, его команда. Нам выделили две подводы. Кто хочет? Кино? Так нас отпустят. А деньги? У меня в кармане одного шнарка. Отпустят, отпустят. Я насчет этого договорюсь. А деньги мы возьмем у директора из фонда. Ура! Ура! Послушай, Тома, завтра как стемнеет, подойди к старым подвалам. Зачем? Отец приедет. Кое-что привезти должен. Слушай, какого черта вы с отцом не уехали? Почему здесь остались? Хотели, да не смогли. Поезда уже не шли. Машин не было. Да и надо же кому-то оставаться. На что надеешься? Корабли сожгли. А на баржи далеко не уедешь. А же подавят. Как гнит. Ну ты! Да и черт с вами. Не жалко. Только зачем ты этих сосунков за собой тянешь? Винтовки, гранаты. Это они сегодня сосунки. А завтра каждый человек понадобится. Завтра. Для таких, как ты, завтра не наступит. Завтра для них. Что с тобой? Все, хватит. Надоело. Никто ведь не знает, что-то был у румын сыном полка. Про тебя тоже не все известно. Многим не понравится, что ты был лакеем. Мальчиком для колотушек. Сын полка. Это же не сын кулака. Так не придешь? Нет. Подвел ты меня. Очень подвел. Запомни это. Вот так. Кончай жрать! Петру! Не в службу, а в дружбу. Убирушки несчастные! Подайте, Христо ради, подайте нищему копьячку! Скажи! Ублюдки! Бывем! Щенки! Проклятые! Далеко? Мальчик в кино собрался, то моего команда. Халуй! Давай, скорее, это в кино опоздают! Ничего, успеем! В кино никто не пойдет! Для вас есть работа. Мы идем в кино. Ты что же это, козлик лопоухий? Бодаться вздумал? Так учти, тебе еще нечем. Рожки твои не выросли. Ты думаешь, я твой слуга? Я учиться пришел, а не трех я тебя мыть! А котелок ты хорошо вымал. И откуда ты такой взялся? У учителяшки своего понахватался разных слов. А жаль, я тебе оружие боевое доверил. Книжки мои ты читаешь. Да не нужны мне твои книжки! Над ними люди смеются. Это какой дурак смеется? Ничего не дурак! Ты дурак! Ладно, пусть смеются. Верно говорят. Делай людям добро, они тебе злом отплатят. Так оно и есть. Человек тебе добра желает, спину перед директором гнет. Уговорил его твоей бабке дров привезти, а ты... Чего же ты раньше не сказал? Ступайте, ступайте. Чтобы потом не говорили, будто я вас не пустил. Будто нельзя в другой день пойти в кино. И обязательно всем стадом. Нам школа деньги дала. Что? Деньги? Ха! Рублю на брата, да? Сколько вам надо? Десятка? Две? Ну, нате, берите. Я для вас, вы для меня. А что нам надо делать? Два. У-у-у-у! КОНЕЦ Дай ему гаду, дай! КОНЕЦ И что ты на этот раз привез? Тушенку. Проходи. КОНЕЦ Что, сынок, как дела? Ничего, скоро управимся. Ну и где же твоя гвардия? Павел разогнал. Сидят в колонии, кукуют. То-то я смотрю, ты этих клопов набрал. Ничего, маленькие меньше поймут. Зато рассказать больше могут. Если боитесь, носите сами. А потом у нас все в тайне. Как у тимуровцев. А учитель-то новый и под вас копает. Копает. Будете сидеть сложа руки, скоро на ваше место сядет. О себе лучше побеспокойтесь. Вот вы где у меня. Зато вы у нас вот где. Ну, ладно, ладно, иди, сынок. Иди, помоги там. Заодно и на дорогу глянь. Угу. Ну, как там? В лесу. Да дайте человека поесть спокойно. Не видите, намучился. А я? Я не намучился? Думаете, легко говорить одно, делать другое, а думать третье. Да что в лесу. Хорошо в лесу. Осень. Грибов много, ягод. Как ты не понимаешь, что же ты один можешь сделать? Одинокий волк много телят зарезать может. А все одно, шкура волчья охотнику достанется. Ведь сам погибнешь и меня за собой потянешь. Уходил бы ты лучше. Ведь каждый день по лезвию ножа хожу. Каждый. Христом Богом я молю тебя уходить. Тсс. Всю жизнь проклинать себя буду, что связался с ним. Что случилось? В чем дело? Леон, сторож. Стой, стой идет. Это я. Я ли он? Принного вам благодарен, господин, товарищ директор, за такую вашу помощь. Вот в который раз вы меня выручаете. А говорят, что вы плохой человек. Кто же это говорит? Ну, к примеру, Павел Платонович. Нет, не то, чтобы плохое, но не наш. Почему он так говорит? Потому что молокосос и заученный. И дальше своего носа ничего не видит. А я смотрю в упор и вижу, что вы, товарищ директор, полностью за трудовой народ. Стой! Стой! Кто такие? Стой, стой идет! Что ты кричишь? Нет, ну, кто-то прошумел. Да кому тут шумит? Мимо тебя даже мыши не проскочить. Показалось тебе. Верно. Мимо меня и мышь не проскочит. А что мы таскали, Барбилла? Что таскали? Дайте клятву, что нигде, никогда, никому, ни гугу, ни словечко. Даем. Повторяйте за мной. Клянусь честью. Клянусь честью. И совестью настоящего мужчины. И совестью настоящего мужчины. Что нигде? Что нигде? Никогда. Никогда. Никому. Никому. Вот и вся клятва. Отаскали мы, ребятишки, жизнь. Как жизнь? Ну да. А вот так. Вот это и есть жизнь. Тушенка, мясо. Без нее не очень-то по свету попрыгаешь. Это вам заработал. А зачем же мы эту жизнь в подвал? А потому что есть такие злые люди, которые все это хотели забрать себе. А мы прячем это от них, чтобы кормить вот таких, как вы. Подрастешь, сам поймешь. А я же понял. А я же понял. А, железный идол. Как проживаешь? Не заржавел еще? А чего ты смеешься? Что, в самом деле такое смешное? Я позже встречи с тобой всю ночь не спала. Да? Все вспоминала, как ты за сёсчеловеками расправился. Покажи еще. Ничего я не буду показывать. Вообще, глупая книга. Я таких больше не читаю. А какие ты читаешь? Например, Спартак хорошая книга. Верно. Спартак очень хорошая книга. А ты молодец, что зашел. Не обещала, зашел. Ты с моей сестричкой познакомился? Это ваша сестра? Напрасно ты в кино вчера не был, Тимура и его команда. А вот такие, как ты, ребята, помогали тем, кто нуждается в помощи. И старым, и слабым, и без всяких просьб. Петру, послушай. А вот если нам взять и сделать что-нибудь, какой этих ребят? Взять и обучить неграмотных в селе. Вот каждому вышло бы по два-три человека. И научили бы читать и писать. Ты как? Желающий? Значит, мы будем как учителя. Как вы. Тогда я желающий. И прекрасно. Вот завтра пойду к директору и поговорю с ним об этом. Ты чего? А, это? Это жандармы. А потом вас в тюрьму посадили. Красная армия, слава богу, освободила. А за что у вас так? Листовки расклеивал, задание райкома выполнял. Отпольного? Да. Петру, а может завтра вместе пойдем к директору? Пойдем. Нет, нет, нет. Не верю, что вы все хорошо продумали. Преподавание наука сложное. И ей надо учиться, нужен опыт. А так вы только дров наломаете. Ну, короче, я не разрешаю. Мартин Сергеевич, я с вами абсолютно не согласен. Ребята, выйдите, пожалуйста. Ответьте мне, Мартин Сергеевич. Прошу вас. Ребята проявили хорошую инициативу. А вы ее давите на корню. Это при нашей вековой почти поголовной безграмотности. Вы знаете, что сказал Владимир Ильич еще в 20-м году, обращаясь к молодежи? Учиться, учиться, еще раз учиться, вот наша первая задача. Так что будем учиться, а не учить других. Рановато. Да, но обучая других, ребята сами будут учиться. Ну, это, простите, из области демагогии. А мне кажется, что демагогией занимаетесь именно вы. Да, слова всегда у вас правильные и гладкие. А на деле, получается, нечто обратное. Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать. Только то, что думаю. Что ежедневно вижу своими глазами. О, мадам, что-то жарится. А, мадам, что-то варится. Как ты думаешь, Петру, она нам даст что-нибудь, если попросить? Даст, конечно, а догонит, еще добавит. Я тушенку вспомнил. Идем, возьмем по баночке. Мы же клятву давали. Мы давали клятву никому не говорить. Мы никому не скажем. Подвал все равно же закрыт. Следуйте за мной, как сказал Бартура Норта. И вы прямиком попадете в рай. Продолжаем наши передачи. Правительство советской Молдавии переехало в Кишинев. Вот она, родимая. Гранаты. Вот тебе и жизнь. Это не жизнь. Это смерть. Да, ее не укусишь. А укусишь до смерти, заболеешь, как говорил Автуро Норта. А ну, давай следующий. Ну, давай быстрее. А-а-а! Волшебство, черная магия, таинственные превращения. Она. Она, родимая. Поздно уже тебе пора домой. Диана. Утром увидимся. До завтра. Так, так, так. Кто поздно ложится, тот много успевает. Откуда тушенка? Я понятно спрашиваю, тушенка откуда? Нашли. Вот это молодцы. Добытчики. Хвалю. С утра все отнесете в столовой, в общий котел. Ну? А это что? Откуда? Тоже нашли? Где? Ну? Отвечай, мерзавец. Не бейте его! Ну? Там же где-то шонка в подвале. Извини, мальчик. Я напугался за вас. Вы же... Вы же могли взорваться. Много там этого? Три. Всего? Три ящика. Три ящика? Вот как? Ну, прекрасно. Прекрасно. Так, гранату я, конечно, возьму с собой. Отнесу куда надо. А тушенку... Тушенку в столовой не носить. Оставьте, оставьте ее себе. И запомните. Зарубите себя на носу. Никому ни слова. Мы же дали клятву. Клятву? Какую? Кому? Барбиль. Ага. Ну вот. И прекрасно. Прекрасно. Значит, никому ни слова. Даже Барбиле. Ты зачем мне ездил? Думал, пойдем в лес. Бабахнем. Барбил, а тебе бабахнет. Язык за зубами держать не умеешь. Я еще клятву давал. Лаза б мы тебя не видели. Ты чего? Тебе хорошо. Тебе хорошо. Тебе хорошо. У тебя бабка и дед есть. У меня башиста всех. 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 Он бы меня из школы выгнал, а мне идти некуда. Иди, если хочешь, съешь мою тушенку. Ну и к черту. Возьми. Ты сам съешь. Я тебя нарочно сюда привел, чтобы без лишних ушей. Твой отец что тогда привез? Как всегда. Продукты, тушенку. Тушенку? Ага. Такую? И такую. Ну зачем они вам? Зачем? Вдруг понадобится. Рыбу, например, глушить. Насчет этого уговора не было. Я рад помочь. Но мы о чем говорили? О продуктах же только. А гранаты это же. Это же. Это верный расстрел. Петля. Чистеньким хотите остаться. Если вышло, то герой. А не вышло, так поворачивай, дышь, лойду и в другую сторону. Не выйдет так, господин директор. Ты как со мной разговариваешь? Если что, то я могу. Могу сделать так, чтобы вас... Вместе будем на одном суку. Ох, взгляд у вас. Настоящий директорский. Ну и нахал же ты. Гранаты сегодня же ночью убрать. Какие гранаты? Там одна тушенка. Или ты сам дурак. Или из меня дурака делаешь. На твою тушенку. Ну, открой. Открой, попробуй на зубок. И открою. Раз. Да что? Два. Бросай. Три. Ты, подлец. Четыре. Ты, поднимайся. Ты, поднимайся. Ты, поднимайся. Тебе когда исполнится 14? Через месяц. А хочешь стать комсомольцем? Не знаю. Твое место в комсомоле. А не рядом с такими, как Барбилла. Пора тебе уже отличать друзей от врагов. А Барбилла разве враг? Время, Петра, беспокойное. И ты должен понимать. Фронт-то прошел, а вот нечисти всякой еще много осталось. Слышала, Петра, а? На днях ограбили продовольственный склад. Продовольственный? Да, вынесли много продуктов, сахар, муку, тушенку. Для села везли, а эти сволочи. Что ты на меня так смотришь? Что-нибудь слышал об этом? Нет. Павел Платоныч, посмотри. Прошло пять месяцев, как Красная Армия освободила наш район от оккупантов. За это время... В нашем селе организован совхоз. Открылся учебный год в нашей школе. Для сирот и детей, которые живут далеко, организован интернат. Для детей фронтовиков выдано бесплатная зимняя обувь. Пять наших односельчан за героизм на фронте награждены орденами и медалями. Смерть фашизму! Молодцы, ребята, потренируйтесь. Ну как, Павел Платоныч? Вроде получается. А вы успеете к Октябрьским? Будем стараться. Может, постарайтесь. Ну, хорошо. Добрый. Добрый. Так. Встали. Давай, давай, тащи его. Встали, встали, еще раз. Еще. Так. Так, как насчет комсомола-то, а, Петра? А разве меня примут? Я дам тебе рекомендацию. Поднимаемся. А как это? Ну как, напишу, что я ручаюсь за тебя. Ручаетесь за меня? А почему бы и нет? Ты же наш человек. А ну-ка, иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Никто здесь не пробегал? Нет. Я не видел. Куда ж делся этот бандит, а? А ты чего шляешься по ночам? А ну, быстро домой. Быстро. Поехали. Ребята, вы тут Чижова не видели? Нет, дяденька, не видели. Пошлите комсомольцы в Коврагу, пусть дороги перекроют. Что там? Стреляют. Все село на ногах. Бандита какого-то ловят. Даже милиция на мотоциклах. Эх, мне бы сейчас там быть. Двумя точными движениями Рыжи Коннорд уложил двух нападавших на него. И как кошка бросился на третьего. И разодрала... Да помолчи ты, трепло. Пойду посмотрю, что там. Туда, туда поезжайте, товарищи полномочий. Туда. Да-да, он к Коврагу побежал. Обрез у него, обрез. Осторожно, не раненый. Надо в таро. Пойгали. Отец. Отец. Сынок. Спрячь меня от них. Спрячь. И рану перевяжи. Левый, 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 запивай! Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на век Катюша, На высокий, на берег Крутой, Слушай, Петру, что-то тебя в последнее время стали видеть с Павлом. Может, ты в комсомол собрался? А? Или тебе его сестреночка нравится? Никто мне не нравится. Ну, это, конечно, твое дело. Ну, а клятву нашу помни. Я помню. Слушай, Петру, Сегодня вечером в школе будет педсовет. Ты, парень неглупый, знаешь, Что кое-кто терпеть меня не может. Там, наверное, будут перемывать мои косточки. Так вот, мне надо знать, Кто именно и что будет говорить обо мне. Ясно? Я спросил бы у директора сам. Он мне не скажет так, как ты. А я хочу знать все. Понимаешь? Все, слово в слово. Если, конечно, боишься, можешь не ходить. Ничего я не боюсь. Да, в школе многого не хватает. Нет ручек. Ребята вынуждены писать карандашами. Не хватает даже чернил. Не говоря уже об умах. И, тем не менее, успеваемость в школе хорошая. Но ведь сейчас же не это главное. Это же временные трудности. Многие из наших учеников понятия не имеют О праздниках 7 ноября, 23 февраля и 1 мая. Зато чтение бульварных романов И распущенность процветают вовсю. Совершенно верно. Беседа о коммунистическом воспитании Это необходимость, товарищ директор. А вы об этом не заботитесь. Это в школе, которая вам дарила государство И советская власть. Я вам не позволю, молодой человек. Вы здесь без года недели. И прошу взвешивать свои слова. Я очень хорошо взвешиваю. Ни для кого не тайно, что у нас слишком разные ребята. Очень мягко сказать. Большинство из них хорошие. Но кто и кто, к нашему сожалению, С дружком старой системы воспитания. Одних надо учить, других переучивать. Посмотрите, какая среда образовалась в интернате, при школе. Где живет часть учеников. Комсомольская организация, как воспитательная сила, Сведена к нулю. Пионерской организации, пока в школе нет. Инициатива самих учеников, Как, например, ликвидация безграмотности на селе, Грубо и самовольно задушена. А в старших классах Просветают самодурство, невежество, Издевательство над младшими. Общие слова никогда ничего не доказывали. Кто над кем издевается, Кто кому угрожает. Факты, факты. Павел Павел Павлович. Возьмите, к примеру, некоего Чумака по прозвищу Барбила. Этот тип у вас получил полную свободу действий. Кроме того, что ученики младших классов чистят ему обувь, Моют за ним посуду. Вы знаете, что далеко за селом Он и хочет стрелять из боевого оружия и бросать гранаты. Гранаты? Гранаты. В любой момент может произойти несчастье. Задумайтесь о своей судьбе, Если вы не хотите думать о детях. Я разберусь. Я обязательно разберусь. Давно пора. Если подтвердится хоть десятая часть вами сказанного, То этот чумак вылетит у меня из школы вверх тормашками. Этот чумак вылетит из школы и без вашего участия. Товарищи, оглянитесь на свое детство. Вспомните тех детей, Забитых и задерганных, Прислуживающих Бурчукам. Многие из нас же вышли со сковерканными душами Из этого духовного карцера, Который мы когда-то называли Школой. Такой же карцер вы хотите превратить и нашу новую школу, Товарищ директор. Кто вы такое, как вы смеете? Я уволю вас за низкую клевету. Можете завтра уже не являться на уроке. Комсомолу я отвечу за каждое свое слово, за каждый свой шаг. Вы можете меня уволить, Но завтра я обращусь с просьбой уволить вас. Вы? Вы уволите меня? Меня. Не я. Не я. Жизнь вас уволит. Новая жизнь, Которую вы не можете Или не хотите понять. Я, товарищи, внимательно выслушал каждого из вас. И скажу, Что во всем Согласен с Павлом Платонычем. Райком партии поддержит вас. Потому что факты, которые вы привели, Не могут оставить нас равнодушными. В кратчайший срок надо исправить положение И в школе, и в интернате. Каждый ребенок в нашей стране Должен быть счастливым. Все, натипись, отпустите. Я больше так не буду. Не будешь. Не будешь. Я что бабке обещал. Вот сейчас сниму с тебя штаны. Да всыплю как следует. Да посыплю это место солью. Перестанешь баловаться. Я и так перестану. Мимо меня и мышь не прошу ржит. И чего это ты по ночам шатаешься? Я Мартина Сергеевича искал. Директор хороший человек. Только зачем он тебе нужен? Значит проснулся я. Вижу, по коридору крадется кто-то. Черный такой, как грач. Носатый. И с револьвером. С револьвером? Ага, вот с таким. Ну, 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 ну. А потом? А потом прямо в комнату к мадам Шасть. Она? А она к нему на шею. А потом увела куда-то. Так, 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 так. Это же муженек ее. Я знаю, куда она его спрячет. Старые подвалы на кладбище. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово он остался от Пал Платоныча. Тебе и директору. А директор что? Директор сказал, если что, ты у него вылетишь со школы вверх тормашками. Так. Но это ему боком выйдет. Ладно, иди, ложись спать. Погоди. Никто не видел тебя? Когда я уходил, Леон Антимович поймал меня. Как же ты смотался от него? Я наврал ему, что пришел муж мадам, и у него револьвер. Молодец. Ну, а сторож что? Для него ведь муж мадам поперек горла. Весе задрожал. Но тот раз он от меня не уйдет, говорит. Я знаю, говорит, где его мадам прячет. Где? В старых подвалах. В старых подвалах? Идиот. И кто тебя тянул за язык насчет мужа, мадам? Кто еще знает об этом? Никто. Никто. Ладно, иди, ложись спать. Погоди. Я сейчас. Стой, сволочь. Не уйдешь, долго я тебя ждал. Ты что, дядь Леон? Совсем наклюкался, а? А это ты? А я думал, стакицой проклятый муж, мадам. Какой муж, дядь Леон? Что тебе мерещится? Пойдем самогончиков угощу. Мне сейчас поста ни шагу нельзя. Потому как он в подвале сидит. Дядь Леон, какой подвал? Нет здесь никаких подвалов. Пойдем выпить. Ты молодой, не знаешь, а я знаю. Есть подвал. Вот он. Пойдем, сынок, пойдем со мной. А то он как мышь проскользнет. Да брось ты, дядя Леон. Пойдем выпить. Боишься? Тогда я один пойду. Я старый солдат. Ты чего? Ты чего? А что вы, собственно, радуетесь? Смотрите. Очень хорошо, что вы присоединились. Заходу на сухонок. А! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чумак, вставай, Чумак. Чумак! Давай! Вы что, учитель? Так даже в старой школе не обращались с учениками. Вас за это по головке не погладят. Да, руки-то помыл. А сапоги не забыл ли? Привык, что тебе их другие чистят. Что сапоги? Кровь! Не видишь? Что скажешь, Барбила? А что мне говорить? Чудной вы, учитель. Ну, подумайте сами, зачем мне убивать какого-то старичка? Такого безобидного старичка. А ты, ты, откуда ты знаешь, что вообще кто-то убит? Ты же спал. Липучий вы, учитель, не отстанете. Нет, не хотел я говорить. Да ладно, делать нечего. Суньте руку в карман того Френча. Петру. Чей-то нож Петру? Томы. Томы. Его. Из сапоги он мне измазал. А зачем, почему, не знаю, не пытайте. Не хотел я говорить, учитель. Врёшь! Врёшь! Я видел, как ты из плеча нож сделал. А потом он брата положил. Я всё видел. Дорезался голосок, щенок. Что за шумодрать мне? Уди. Хороший вам склеп достался. Завидно даже. Ах! 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 Обил он твоим ножом. А нож тебе подложил обратно. А он с крови. Открывай! 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 Не надо, Петру! Сволочи! Куда? Щенок! Пусти его! Лежите его! Вот вы, кого покрывали, Мартин Сергеевич. Убийцу. Я покрывал. Вы, вы. Как вы, однако, Павел Платоныч ко мне несправедливый. Но я все это время тоже сидел, не сложа руки. Молчи! Мало бы тебе платили! Кто мне платил? Ты, Босяк, голодранец. По-моему, он отстроен. Ты, Босяк, с ума зашел, товарищ. Так вот, я тоже не сидел сложа руки, вернее, не сидели сложа руки вот эти великолепные ребята. Они принесли мне гранату. Я правильно говорю? Ведь это так? Да. Я все выяснил, поверил, исследовал, и вот что я обнаружил. Этот подлец прячет гранаты. Вы знаете где? Молчи! Молчи, если смерти не хочешь! Молчи! Он мне еще и угрожает. Но я молчать не буду. Не боюсь я никаких угроз. Он всех нас посадил на пороховую бочку, а ему на это наплевать. Сюда, сюда, товарищи. Сюда. Да, именно здесь шумак прятал оружие. Артен, ты что ли? Я? А кто это? Продал все-таки. Юта! От Советского информбюро. Оперативная сводка за 17 октября. В течение 17 октября в юго-западном городе наши войска вели наступательные бои, в ходе которых владели населенными пунктами Юрмала... Здравствуйте, Павел Платон. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Ребята. Здравствуйте, Павел Платон. Пожалуйста. Проходите, садитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Пришла вот внучка проведать. Петру Матея. Натворил чего, господин директор? Товарищ директор, называйте меня так. Хорошо, товарищ. А за внука, спасибо, мамаша. Чего? Спасибо за внука. Должник я его. Так я пошла. Приходите еще, мамаша. Мы таким гостям всегда рады. На других участках фронта в ряде пунктов бои местного значения. До 16 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 48 немецких танков. В воздушных боях и огнем денисной артиллерии сбито 73 в дневнике что это у тебя такое? Это бабка и комсомол вступил. Черт в душу продал. В комсомол он против всех чертей за бедных за справедливую жизнь и против фашистов Я стара для комсомола, а то я тоже за бедных и против фашистов. Ребята, ну урок! Мамаша! Что это такое? Как что? Курочка и яички. Я не знаю, что это такое, чем богаты. Объяснил бы ты и Петру все? Объясню, товарищ директор. Это вам! Пойду провожу бабку. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ